ДИКТАНТ ПОБЕДЫ Марафон Победы по баскетболу 3х3 Соревнования по игре в Питанк, посвященные Дню Победы На Смоленской АЭС в работе первые и третьи энергоблоки. Общая мощность составляет 2082 МВт. Замечаний к работе оборудования нет. Энергоблок номер 2 с 10 апреля находится в плановом текущем ремонте. За 11 дней мая энергоблоками Смоленской АЭС выработано 502 миллиона киловатт-часов, что превышает плановое задание на 16 миллионов киловатт-часов. С начала года выработка составила 7,3 миллиарда киловатт-часов, сферплана 62 миллиона. Радиационный фон на промышленной площадке Смоленской АЭС и прилегающей территории не изменялся и соответствует естественным природным значениям. Гордость за нашу страну, слезы радости и скорби, безмерная благодарность ветеранам Великой Отечественной войны за их подвиг в борьбе с фашизмом, за мирное небо над головой. Эти чувства буквально переполняли десногорцев, отметивших 9 мая вместе со всей страной 76-ю годовщину Великой Победы. Мемориал Курган Славы в этот день стал центром притяжения всех жителей и гостей города. Здесь участников праздничного парада встречали наши почетные земляки, ветераны Великой Отечественной войны. Словами глубокой благодарности поколению победителей и призывом беречь мир были пронизаны в этот день все выступления на торжественном митинге. Благодаря этому подвигу страна услышала доложданное слово победа. Радостная и со слезами на глазах. 76 лет мы празднуем этот праздник. И в этот праздник мы чтим память тех, кто дал возможность нам жить под мирным небом. Глава Десногорска Андрей Шубин убежден, что пройдут годы, десятилетия, но память о Великой Победе будет храниться вечно. Мы склоняем головы перед светлой памятью погибших воинов и гордимся тем, что наши земляки были в рядах войск, заслонивших с собой Москву, освободивших блокадный Ленинград, отстоявших Сталинград. Многие семьи бережно хранят память о своих родных. Славя подвиги и мужества наших дедов, отцов и прадедов, десногорские спортсмены провели традиционный легкоатлетический пробег в Коске-Десногорск. Участниками забега стали призеры областных, российских и международных соревнований – юные спортсмены. Также на Кургане Славы финишировал велопробег работников Смоленской АЭС – Вязьма-Десногорск. По маршруту следования атомщики проводили акцию «Георгиевская ленточка». В память о героях-освободителях, отдавших жизни за мирное будущее, десногорцы возложили цветы к мемориалу Курган Славы, где захоронены более тысячи солдат, офицеров и партизан Красной Армии. Я считаю, это священный праздник для каждого россиянина. Каждый должен помнить, и мы всегда будем помнить. И я стараюсь, чтобы и дети мои это всегда помнили и не забыли никогда. Атмосфера Победного дня 1945 года царила в Десногорске. На площади реабилитационно-оздоровительного и досугого центра звучали песни военных лет, радовали зрителей танцевальные номера в исполнении творческих коллективов профсоюза Смоленской АЭС. Была организована историческая викторина «Перрон Победы» – конкурс рисунка на асфальте. Здесь же поисковики отряда «Обелиск», молодые атомщики, активисты объединений юнармия «Тайфун» развернули военно-патриотическую площадку. Провели игру «Зорница» для детей, разместили передвижную экспозицию музея поискового движения, работала фотозона. Это гордость, гордость за всех тех, кто воевал за нас, чтобы мы жили вот так, как мы сейчас живем, в мире, в дружбе. Хотелось бы, конечно. Это, конечно, печаль, потому что многие не дожили. Поэтому, конечно, это праздник, который очень светлый, очень светлый. И не то, что не наверное, я уверена, это самый великий праздник. Он был, есть и будет в нашей стране. Пока мы будем рассказывать своим внукам, что такое война, как она далась нашему народу. Вот он будет существовать. Я думаю, он никогда не уйдет. 29 апреля в Десногорске, как и во всей России, а также во многих странах мира, прошла международная историческая акция «Диктант Победы» – организованная партия «Единая Россия». Полсотни жителей Атомграда пришли на очную площадку проведения акции, чтобы проверить свои знания. 27 миллионов жизней советских людей. И важно, чтобы мы об этом помнили, что вот эти жизни отданы не напрасно. Масштабы акции в 2021 году поражают. 16 тысяч площадок проведения диктанта, полтора миллиона участников, 76 стран мира, включая страны Восточной Европы, которую освобождал наш советский солдат, не думая, что его ждет впереди. Как и в прошлом году, диктант также проходил и в онлайн-формате, с предварительной регистрацией на сайте «Диктант Победы.рф». Участники диктанта выполняли 25 заданий, 20 из них на общевоенно-историческую тему и 5 задач региональной тематики. В основе диктанта Победы – реальные военные события, знаменательные даты, исторические личности. На выполнение всей работы было отведено 45 минут. 24 июня 2021 года на официальном сайте акции назовут победителей, которые смогут посетить Парад Победы на Красной площади в следующем году. А выпускники школ, которые правильно ответят на все вопросы теста, получат дополнительные баллы при поступлении в ВУЗы. Многие вопросы были трудные, поэтому есть все, что почитать, поучить. А так вопросы интересные, картинки разнообразные, мне, если честно, понравилось. Хочу от лица всей нашей молодежи сказать, что ветераны – это те люди, о которых не стоит забывать никогда. Чтить память и не только на 9 мая говорить им спасибо, а каждый раз. Среди участников акции «Диктант Победы» были и те, кто еще помнит Великую Отечественную войну не понаслышке. День Победы. Мы копали картошку, и вдруг взрослые убежали, оставили нас на поле, убежали на какое-то собрание. Мы прибежали туда, видим, на постаменте деревянном выступает однорукий, как мы считали, солдат. И он говорит, помните, что вы дети победители. Руководство и профсоюз Смоленской АЭС уже седьмой раз провели творческий конкурс агитационных плакатов, заостряющих внимание на жизненно важных правилах безопасности на производстве и в быту. За прошедшее время сотрудники станции продемонстрировали свои знания, а также художественные и поэтические способности более чем в 300 работах. Жюри оценивало содержательность, смысловую нагрузку, креативность плакатов. Как отмечают участники, конкурс плакатов необходим для формирования самосознания работников, вовлечения через творческий подход, совершенствования условий охраны труда на рабочих местах, укрепления дисциплины и ответственности. Наша безопасность в работе, в жизни, она важна каждый день, каждый час. И поэтому я занимаюсь вопросами по охране труда. Это очень важный для меня вопрос, чтобы все были живы, здоровы. Победителями конкурса стали приема с датчик груза и багажа транспортного цеха Ирина Колзеева, лаборант химического цеха Наталья Романенкова и инженер конструкторско-технологического отдела САЭС Лилия Черных. Иженер отдела охраны окружающей среды Лиана Стальмахович отмечена призом за оригинальность. Кроме того, подведены итоги конкурса «Лучший уполномоченный по охране труда Смоленской АЭС» по итогам 2020 года. Наставший уже традиционным детский творческий конкурс «Смоленской АЭС. Охрана труда. Глазами детей» в 2021 году поступило около 180 работ. Награждение победителей конкурса прошло 28 апреля 2021 года во Всемирный день охраны труда. В этом году, как никогда, очень большое количество участников, очень много деток детского дошкольного учреждения, детских садов, порядка 80 работ школьников, очень много. 15 работ, которые не входили не в конкурс, а не рассматривались, то есть они были сразу оценены по высшему баллу, пошли в Смоленск на областной конкурс. Среди участников – воспитанники детских садов, учащиеся в возрасте до 16 лет и ученики художественной школы. У каждого были свои методы создания конкурсных работ. Детей очень заинтересовала эта тема. Они изучили разные профессии, особенности работы. Каждый ребенок выбрал себе определенную профессию, которая ему была интересна. Ее изучил и уже потом только начал рисовать на эту тему. Надо защищаться, когда занимаешься каким-то делом, чтобы не произошло никаких неприятностей. И я старалась это показать в своей картине. Награждение победителей дошкольного возраста прошло в интерактивном зале Центра информации и связи с общественностью Смоленской АЭС, где герои мультфильмов рассказали малышам о работе реактора и атоме. Ребята школьного возраста были награждены в учебно-тренировочном центре Смоленской станции, где победители вместе с их родителями и творческими наставниками посетили полномасштабный учебный тренажер блочного щита управления и попробовали сами управлять реактором. Специалисты рассказали ребятам о работе АЭС и безопасности производства электроэнергии. Все рисунки будут доступны в интерактивном альбоме на локальном сайте Смоленской АЭС и в социальных сетях. Победители отметили дипломами и сувенирами от атомной станции. 7 мая в ФОК Десна 96 спортсменов приняли участие в марафоне победы по баскетболу 3 на 3. Хозяева турнира, подопечные тренера в Центре современных спортивных технологий концерна «Росэнергатом» Даниэля Кобедина и Даниила Томиловского встретились с соперниками из Рославля. Вам же желаем хорошей игры, без травм и победы всем. Стук мячей не прекращался 4 часа. Играли и начинающие, и более опытные баскетболисты. На одном кольце девушки, на другом юноши. Победителей определяли в двух возрастных группах. Чемпионами стали команды «Десногорска» «Томики», «Импульс», «САЭС Юниор» и «Росэнергоатом». Также у наших ребят «Серебро», «Тормак» и «Бронза» первая школа. Шесть призов увезли с собой рословчане. 76-й годовщине победы будет посвящена еще одна баскетбольная встреча. Открытый турнир «Смоленской АЭС». Ожидается, что 15-16 мая на паркете «ФОК Десна» выйдут команды «Десногорска», «Рославля», «Калуги», «Смоленска». Начало в 12.00. Мы вместе с Центром современных спортивных технологий, концерна «Росэнергоатом» и региональным отделением Всероссийской политической партии «Единая Россия» проводим марафон победы по баскетболу 3 на 3 среди детско-юношеских команд. Планета баскетбола «Оранжевый атом». Это уже традиционный вид спорта в нашем городе и очень радует, что и концерн, и партия поддерживают все направления спорта, в том числе очень сильно поддерживают баскетбол и, самое главное, поддерживают здоровый образ жизни наших детей. Я люблю баскетбол, потому что мне приходится постоянно стараться, тренироваться и постоянно предлагать какие-то усилия для того, чтобы достичь какого-то успеха. Также приятно получать удовольствие вместе с командой после того, как забиваешь мяч или делаешь какой-нибудь хороший пас. На баскетбол хожу с 7 лет. И очень люблю своего тренера. Он очень хорошо тренирует. Несмотря на то, что команда из других городов сильнее, мы не сдаемся, играем и стараемся стремиться стать лучше. На площадке возле РО и ДЦ прошли соревнования по игре в Питанк, посвященные Дню Победы. Турнир проводился среди дуплетов. Участвовать могли мужские, женские или смешанные пары. 15 команд соревновались в точности, меткости и скоординированности движений. Полуфинальная борьба развернулась между командами Виктория, Босс, Корона и Бис. В шаге от призового места закончила игру Корона. Почетное третье место у команды Босс. Второе место заняла команда Бис. Победу одержала команда Виктория, Химченко Виктор и Рязанская Любовь. Поздравляем победителей и призеров. На этом наш выпуск завершен. Вы смотрели новости Смоленской АЭС. С важными событиями из жизни станции вы можете ознакомиться в разделе САЭС на сайте росэнергоатом.ру, а также в официальной группе Смоленской АЭС в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке и Инстаграм. А я с вами прощаюсь. Увидимся через неделю. Хороших вам новостей. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин